В Барнауле началась подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей. Стартовал прием заявок на приобретение путевок. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии лагерный сезон в Алтайском крае, как и во многих регионах страны пришлось отменить. Поговорим на эту тему. Сегодня у нас в гостях Алина Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края и директор Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения Алтай Ольга Савельева. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть в нашей студии. На днях стала известна стоимость путевки и вроде как пишут, она заметно подросла. Так ли это? Да, на самом деле стоимость путевки подросла по сравнению с 2018 годом, 2019 годом. Конечно, существенные затраты легли на исполнение требований Роспотребнадзора к организации нахождения детей в учреждениях. Потому что сегодня необходимо предусмотреть исполнение всех требований с приобретением санитайзеров, прохождение медицинских осмотров сотрудников, персонала, обеспечение защитными средствами, индивидуальными средствами защиты и так далее. Поэтому, безусловно, что дополнительные требования к организации детского отдыха существенно повлияли на изменение оплаты за путевку. Давайте как-то вот, чтобы было наглядно, в прошлом году обычный стандартный сезон стоил столько. Хорошо. Ну, мы можем, наверное, сказать о стоимости одного дня нахождения в лагере. Ольга Петровна является оператором организации деятельности лагерей, организации летнего отдыха. И мы просчитывали, у нас в 2019 году средняя стоимость одного дня была 1000-1100 рублей в день. В этом году она будет составлять 1320 рублей в день. Ну, то есть разница в 200 рублей в день. Но это поднимает в среднем. У нас планируются 14-дневные такие смены. И стоимость путевки на 14 дней, с учетом стоимости одного дня, будет 18500. В прошлом году она была 15000. То есть в среднем на 3000 повышение оплаты путевки. Ну, при этом вот эти самые компенсации или софинансирование, родители же этих услуг не лишены? Нет. В этом году продолжается практика софинансирования. И мы говорим о том, что сегодня по постановлению правительства Алтайского края, каждый ребенок, проживающий на территории Алтайского края от 6,5 до 15 лет включительно, получает софинансирование на уменьшение родительской доли оплаты путевки 6300. То есть это гарантированная субсидия для каждого ребенка, который изъявит желание отдохнуть в загородном оздоровительном лагере в соответствии с реестром лагерей загородных Алтайского края. Не каждая семья может вот на эту субсидию рассчитывать, Вить. Там есть перечень профессий. Нет, 6300 – это всем проживающим в Алтайском крае, имеющим детей до 15 лет. А вот вторая еще дополнительная компенсация, она для определенной категории людей, работающих в краевых учреждениях бюджетной сферы. Но надо сказать, что и для работающих родителей в муниципальной бюджетной сфере тоже предусмотрены компенсации. Они немножко разные, если краевая идет 4350, плюс к 6300 рублям, да, то есть получается. А муниципальная, она чуть побольше, там, по-моему, 4500 рублей. Значит, третья категория семей, которые имеют возможность получить субсидию от бюджета Алтайского края, то есть это многодетные семьи. То есть если вы мама троих детей, то первого, второго ребенка вы отправляете по путевке, которая имеет компенсацию 6300 обязательно на каждого ребенка, и 4350, если вы работаете в бюджетной сфере. То есть это на первого, на второго. Если у вас есть третий ребенок, то третий ребенок и последующие дети, четвертый, пятый и так далее, едут абсолютно бесплатно для вас. А путевку для загородного лагеря субсидирует бюджет Алтайского края в сумме 18500. С 1 марта начался прием заявок на формирование путевок. Уже какой-то ажиотаж среди родителей наблюдается? Или они побаиваются, что вот у нас сзади вас сейчас картинки прошлого сезона, лагеря готовились, но они пустые в итоге? Нет, на сегодня наши родители, они достаточно активные пользователи интернет-ресурсов. И сегодня заявка 22, на которой стоит единая платформа получения субсидий на уменьшение родительской доли, то есть она пользуется спросом. Если мы сегодня говорим, что заявка стартовалась 1 марта, то сегодня у нас 3 марта и более 750 заявок уже поступило на момент того, как я к вам сюда пришла на 12 часов. Но ежеминутно поступают заявки, то есть на сегодня мы говорим о том, что уже эти заявки, они в работе. А быть может, связано это с тем, что родители опасаются, путевок не хватит. Может ли быть такое? Здесь мы говорим о том, что мы максимально, как операторы летнего отдыха, наш центр проводит мониторинг ежедневный. И мы именно говорим о том, что заявка, это бронирование путевки в лагерь, но она не является гарантом того, что если родитель вовремя не оплатит путевку, то эта путевка может уйти другому. И в связи с тем, что 50% наполняемости сегодня у нас загородных лагерей, то есть мощность наших лагерей от 100 и более, то есть мы здесь говорим родителям, чтобы они более активно включались в получение заявки и, естественно, оплату. Оплата происходит в офисе каждого лагеря загородного. Вся информация на едином портале предоставления путевок есть. Поэтому родителям, если какие-то вопросы, заявка 22.ру. В поисковике набираем, и там, в общем-то, никаких проблем, дальше по схеме идем. Ну вот к слову о наполняемости, опять же, у нас на экране картинки, это такой уже обычный, скажем, традиционный сезон, когда детей очень много, видимо, какая-то творческая профильная смена. 50% наполняемости – это новые условия, при которых лагеря в этом году могут работать, правильно? Да. То есть сегодня, безусловно, мы все должны обеспечить безопасность нахождения детей, и в этом очень требовательны все службы, которые за это отвечают. В первую очередь, управление Роспотребнадзора. И, конечно, сегодня мы получили методические рекомендации, в соответствии с которыми будет организована деятельность лагерей. 50% наполняемость – это обязательное условие, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, есть много условий еще, про которые родители должны знать. Это заезд одновременно в лагерь. То есть вот ребята, если они едут на 14 дней, они заезжают одномоментно. Все, кто не заехал в этот день, уже возможности заехать не будет иметь. Кроме того, персонал будет заезжать также одномоментно и работать все дни без выезда. То есть выезд сотрудников, он не допускается. Кроме того, родительские те вот субботы, воскресенья и встречи, они будут невозможны в связи с тем, чтобы не допустить внесения инфекции на детскую территорию. Но еще ряд требований, которые мы сегодня так коротко озвучим, это требования, связанные с тем, что ребята должны будут туда заехать, имея на руках справку об отсутствии контакта с инфицированными людьми. Конечно, сегодня обсуждается, нужны ли там ПЦР-анализы и так далее. Для детей нет, но в обязательном порядке для всех сотрудников, вожатых, персонала, работников столовых эти требования выполняются. То есть взрослые также безопасно должны быть для детей и не допустить никаких факторов распространения инфекции. Я думаю, что ближе к лету мы с вами повторно встретимся, еще все эти моменты, нюансы, какие-то дополнения озвучим в студии, чтобы и родители, и дети знали, и уже как-то морально готовились к определенным ограничениям. Но я думаю, для ребятишек это не будет особой трудности, да, тем более пару или сколько вы сказали дней, они вот в таком режиме поживут, и если все нормально, то... Я думаю, там лагерные мероприятия, они всегда интересные. На первых порах они все будут организованы по группам, по микрогруппам, для того, чтобы исключить вот какие-то контакты, которые могут влиять. Потому что, в принципе, дети приезжают все равно, родителям нужно внимательно смотреть на их состояние здоровья. Ну, детская аудитория, она сегодня такая живая, и понятно, что какие-то там моменты, они неизбежны. Ну, вместе с тем, там, в столовой, там, в каких-то других аудиториях, там, помещениях, конечно, такой скученности допускать не будут, да. А на улице, когда уличные мероприятия, я думаю, там и межотрядные, они возможны, безусловно. И все же я вернусь еще к одному вопросу, который меня лично как маму волнует. Это о дефиците путевок. Ведь мы с вами говорим о том, что количество ребят, которые могут одновременно пребывать в лагере, сократилось. И, вероятно, сократилось количество лагерей. И уж чего скрывать, которые в этом году, этим летом, готовы принимать ребятишек. Все же непростой. В предыдущий год отразился на их деятельности. Много ли лагерей из списка ушли, которые уже не работают? Есть случаи выбывания лагерей. И здесь и экономическая ситуация. У нас очень большое количество в Алтайском крае лагерей наполняемостью до 100 детей. Но это маленькие считаются? Это очень маленькие. То есть оптимально лагерь, который становится рентабельным, это лагерь не менее 300 детей. А у нас таких лагерей всего 3-4. И у нас больших лагерей всего 2. И сейчас остался вообще лагерь юность большой, который на 800 человек. А так вот сегодня в реестре по заявлению уже муниципалитетов, самих лагерей, в прошлом году было 66 загородных лагерей. В этом году осталось 53 уже у нас. То есть вот получается, что часть лагерей выбыли. Они приняли решение не открываться в связи с тем, что наполняемость на самом деле, если у них там 80 человек, допустим, был лагерь, который при 100% наполняется, теперь 40. А само содержание детей, их обслуживание для персонала, хоть 100, хоть 50 человек, они все равно нужны. Это как педагог, когда морозы, пришел весь класс или два человека, а урок-то вести приходится. А затраты. Питание, конечно, там как-то будет корректироваться, затраты на питание. А все остальные моменты, они связаны полностью с работой лагеря. И это тогда будет совсем не рентабельно для лагеря, потому что они финансируются за счет дополнительных, конечно, каких-то поддержек краевого или муниципального бюджета, но в основном это деятельность от продажи путевок. Поэтому, конечно, сокращается количество лагерей, количество мест в связи с требованиями. Но мы понимаем, что здесь все равно родители продумывают занятость детей. И мы хотим сказать, что помимо загородных лагерей будут работать лагеря дневного пребывания. Это тоже возможность. Это отдельная тема, да, мы еще тоже с вами это обсудим. Давайте финальный вопрос, время эфирное подходит к концу. Когда завершается прием документов и, вот, предположительно, первый заезд? Когда? Значит, на сегодня мы говорим о том, что предварительные даты смены, они тоже стоят на едином портале. То есть там можно ознакомиться 7 июня. Мы говорим о том, что начинаются смены. Здесь хотелось бы еще добавить тот формат по оздоровлению и дефицита, либо не дефицита путевок. То есть сокращением дней у нас увеличиваются смены. И максимальное количество смен в летний сезон мы можем провести 5. В связи с этим мы говорим о том, что у нас дефицита путевок мы не планируем, как бы, на сегодня. 1 июля, мы говорим о том, что с 1 марта по 1 июля заявочная кампания проходит. Родители, подав заявку, они должны в течение 14 дней прийти в офис лагеря и в течение 40 дней оплатить путевку. То есть вот таким вот образом это будет гарантом того, что путевка будет на руках, ребенок попадет на желаемый сезон, в желаемый лагерь загородный, отдохнуть, оздоровиться и набраться эмоций перед новым учебным годом. Но необходимо еще заметить, что 1 июля мы все равно портал закроем для приема заявок. То есть потому что это уже будет сформированное понимание, в какой сезон ребенку лучше поехать в лагерь. Ну и завершая нашу беседу, выражу надежду, что лето у детей полноценное, все же состоится. Ну да, мы надеемся, что все-таки сознательность нашего населения возрастает и соблюдение норм не позволит допустить вспышек, новых вспышек. Но пока утверждать однозначно мы до сих пор ведь не можем, верно? Ну на сегодняшний день пока мы говорим лету быть. Лету быть. Просто мы так настроены, а все равно какие-то будут рекомендации и не дай бог что-то произойдет не так. Мы надеемся, что вспышки не допустятся, потому что впереди еще, конечно, май, впереди еще много праздничных дней, поэтому мы все равно призываем наших земляков быть дисциплинированными, не забывать про масочный режим и все-таки бережно относиться. И в том числе и прививки. Мы сегодня видим, что все равно они работают на иммунизацию. А это позволит всем уже быть в обычный режим и уже точно принять детей в наших загородных лагерях. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Всего доброго. Ну я напомню, что мы сегодня говорили о летнем отдыхе детей. У нас в гостях была Галина Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края и директор Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения Алтай Ольга Савельева.